Мы хотим продолжить, на что каждый еврей, одевающий тфилин, стоит обратить внимание на тфилин. Это квадрат тфилина, это Аллаха Мошеми Синай, закон, который передал нам Мошер Абейну из города Синай. Это называется Аллаха Мошеми Синай. То есть ее сила тоже как митцва и стоба. Когда мы смотрим на тфилин, мы должны видеть три квадрата. Три квадрата аналитически определяют кошерность тфилина. Если мы смотрим сверху на тфилин, то у него должен быть кубик-квадрат домика. Основание вот этого, да? Вот это основание должно быть четким квадратом, да? Да, это должно быть четким квадратом, причем этот квадрат должен сохраняться на всей высоте этого домика. Вот этого вот домика. То есть, поясните, иногда бывает такое явление, что домик со временем он становится вот таким. Расходится, или он высыхает, мы тут чуть-чуть преувеличиваем, чтобы было понятно зрителям, было понятно. Так вот, такое явление, это надо посмотреть, если видно на глаз, что не совпадает, не квадратность нарушение. Здесь квадрат есть, например, а здесь, например, нет, да? Да, нужно обратиться к раввину и спросить, если этот тфилин кошерный, или надо его лимонтировать. Очень важно. Это одно, значит, мы сказали, один квадрат, это квадрат домика. На домике, ага. Потом мы смотрим, есть, должен быть квадрат титуры. Основание, да? Титура – это основание тфилина, на чем основается этот... На чем домик стоит, что называется? Да, и тут... Вот, может быть, на вот этом вот лучше показать? На этом лучше видно будет. Это вот что... Почти готовый тфилин, только без ремешков, вы видите? Тут вот это четко должен выражаться квадрат. Вот эти четыре угла тоже должны быть четко квадратные. Иногда бывает, что тут искривляется чуть-чуть со временем, или падает, получает удар, и это... Это в угла нет. Да, вовнутрь, это надо обращать на это внимание, чтобы четко выделялся квадрат. Это второй квадрат, и причем этот квадрат должен быть с обоих сторон. И с той стороны, с этой стороны, и с нижней стороны тоже четко должен выражаться квадрат. Есть у нас это второй квадрат, и есть еще третий квадрат. Это квадрат шитья... Прошива. Прошива. Что нужно зашивать... Может, мы еще сможем об этом поговорить в дальнейших... Сериях. В сериях нужно прошивать его кошерным гидом. Вот это называется гид. Сухожилие. Сухожилие. Сделаны нитки, сделанные из сухожилия, да? Это чей? Теленка, да? Сухожилие теленка, да? Это тоже Аллаха Мошима Синай. Вот, смотрите, вот такой вот. Тоже законный... Ниточка из сухожилия. Тоже, чтобы зашивать именно этим, чем-то другим, это будет не кошерный телен. И теперь, причем, это шитье должно быть тоже идеально тяжело сделать, но это должен быть на глаз виден квадрат. То есть это шитье должно быть квадратным. Если у нас куда-то уходит стежок как-то криво, для этого... Да, здесь чуть-чуть легче мы делаем прорез такой на очень точной машине, чтобы когда прошивал, прошивка, она идет за этим прорезом. Поэтому она становится квадратной. Но если искривляется, смотреть надо на стежок. Если искривляется на стежок, тоже надо обратиться к раввину, спросить, если тефилин кошерный. Вот эти так на... Мы сейчас выучили правило трех квадратов. Назовем это так, да? Квадрат вот этого вот домика, квадрат основания и квадрат прошива. Мы даже запомнили три квадрата. Откуда берется эти три квадрата? Оказывается, в Талмуде. Талмуд говорит, где должен быть тефилин квадратный? Здесь, здесь и здесь. И Талмуд высказывает три варианта мнений. На Аллаху все они принимаются, что тефилин должен быть квадратными. И здесь, и на основании, и на всей высоте, и на основании, и на прошивке. Спасибо большое. Хорошо.